привет в этом ролике мы сделаем открытку на 23 февраля для компании заслон разберем создание самого начала до подготовки к печати итак начнем сначала нужно знать какие у нас вводные данные вот например я делала открытку им к новому году сейчас мне нужно сделать похоже но 23 февраля размер 210 на 100 книжкой как пишет заказчик горизонтальный заходим в корал создать автоматически у нас создалось рабочее поле формата а4 и мы его вот здесь меняем ширина у нас остается 210 и высоту ставим 100 это у нас будет одна сторона открытки пока мы будем делать так потом уже объединим для печати выставляем направляющие далее нам нужно подготовить сразу все необходимые материалы то есть это логотип фирменный фон шрифт в общем все что у нас уже имеется весь меня папочка и есть какие-то уже наработки которые мы сейчас будем использовать давайте из блокнота возьмем под видите тоже все делалось так сразу перейсим он толц и вставляем в наш макет убираем за рабочее пространство чтобы нам это не мешалось так что там у нас еще есть то что нам пригодится дать и иконки так и вот возьмем наверно тот с корабль нам тоже пригодится и и фирменный фон так вот мы все это скопировали сюда то что нам нужно и давайте придумаем как у нас будет выглядеть обложка открытки почему я взяла корабль я думаю что для 23 февраля это неплохой вариант что-то такое ну кстати вот блокнот я им делала тоже недавно и мы можем взять фон мне кажется отлично он подойдет перемещаем на задний фон ванна задний слой стягиваем нам нужно растянуть так чтобы были вылиты так теперь давайте посмотрим какую часть нам удобнее всего взять самый лучший вариант делать сразу и я вам этого не показывала еще в оболочке то есть мы создаем прямоугольник 210 на 100 как у нас размер открытки вот здесь мы можем подкорректировать убираем соотношение сторон ставим такие которые нам нужны чтобы пропорционально не изменялись нажимаем п центровываем по центру макета от центровали теперь выделяем наш фон поместить в контейнер и выбираем вот этот наш контейнер будет почему это удобно потому что когда вы работаете перед тем как заказчику отправить превью на выбор никогда вы делаете несколько вариантов чтобы он не смотрел вот на лишние поля на все это это все делается в оболочке вы можете видите внутри оболочки это ничего не обрезается то есть вы можете двигать как хотите растягивать там что-то добавлять сюда да потом окей и когда вам нужно будет уже подготовить это к печати вы просто контейнер увеличите и у вас сейчас покажу вот мы преобразовали в кривую наш прямоугольник контейнер и например если мы будем увеличивать его в любые стороны и те он будет показывать нам содержимое в этой области то есть не надо будет наращивать фон там или что-то еще делать отменим итак продолжим перемещаем на задний слой так вот наш корабль эти белые штучки не мешают давайте их уберем он так гораздо лучше так сюда мы вставим логотип предлагаю это сделать пониже и побольше также смотрите от края любого печатного макета открытка листовка визитка должно быть минимум 5 миллиметров которые могут случайно срезаться например когда типография будет вырубать макет поэтому мы направляющие выставляем по 5 миллиметров от каждого края чтобы нам знать что в этой области размещать какие-то элементы важные нельзя вот наше рабочее пространство это вот здесь подгоним логотип краю и корабль тоже чтобы у нас был вот так можно даже немножко поменьше сделать так что еще нам нужно мы поставим адрес сайта хотя возможно он нам и не нужен пока оставим прозрачность корабля поставим так выбрано слишком много объекта давайте мы его просто растрировал то есть наше векторное изображение корабля мы превратим в растровое выбираем растровое изображение преобразовать в растровое изображение разрешение для печати не меньше трехсот точек на дюйма на всегда цветовой режим цмик нажимаем ok вот он настал растровом теперь мы можем наложить спокойно прозрачность поставим однородную это хотя мне так не очень нравится давайте откатим теперь нам нужно добавить надпись 23 февраля давайте напишем с днем защитника отечества обращаю ваше внимание что у каждой компании есть свой практически у каждой есть свой фирменный шрифт поэтому использовать нужно именно его никакой другой давайте вот скопируем текст блокноту который у нас уже в этом шрифте у компании заслон но и про медиа фирменный шрифт здесь мы его выбираем чтобы нам не искать по всему по всем по всем шрифтам можно просто ввести название он его найдет вот он поместим наш корабль тоже в оболочку в контейнер точнее давайте попробуем сделать может быть так нет так давайте попробуем поставить все с другого края так так и мне очень не нравится как надпись это выглядит но на что-то с ней придумать так я придумала давайте мы сделаем вот так берем сайт потому что вряд ли у нас здесь нужен будет сделаем вот такую линию у нас такой же элемент использовался в блокноте здесь немножко подожмем уменьшим расстояние между строчками так корабль этот может быть нам его сделать полностью весь серый до и так цвет я везде поменяла но можно было сделать конечно проще выделить весь наш корабль объединить его посмотрим как он отлично объединил и так мы перевели объединили точнее все видали нашего корабля и изменили цвет сделали без красного теперь эту надпись попробуем поднять уже получше смотрится только немножко сделаем цвет надпись можно немножко уменьшить давайте сделаем вот границы этого слова и логотипа одну так и следовательно уменьшим так но вроде неплохо но мне кажется все равно чего-то не хватает если мы попробуем так ну можно как вариант но вернем пока что было ну вот как один из вариантов обложки для открытки мы можем уже это использовать отправить заказчику для корректировки и можно сделать еще парочку в том числе и с красным цветом да и да кто захотелось бы посветнее так то не забываем сохранять так 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 где у нас заслон не вижу не вижу открытка 23 февраля сохраняем теперь нам нужно сделать задник и внутреннюю часть давайте сделаем задник скопируем фон берем отсюда корабль и редактировать пару клип убираем отсюда его тоже все убираем вставляем так ставим иконки сделаем их красного цвета так наверное здесь мы добавим сайта давайте адрес тоже добавим сделаем по центру только можно опустить пониже так также я бы хотела так 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 убрать скопируем берем здесь адрес 1 потом уберем вот так наш корпировка стоит сохраняем контур с туда можно это удалить уже так итак у нас обложка открытки готова хочется мне еще пониже опустить так корабль хочется сделать немножко потемнее смотрим так неплохо если мы надпись опустим сохраним и сделаем теперь внутреннюю часть на у нас будет так давайте используем этот фон так снова нам нужно сделать контейнер 210 на 100 берем обрез у него растянем и поместим в контейнер и давайте ему добавим прозрачности можно немножко побольше и добавить вот так я думаю отлично здесь у нас будет поздравление мне текст еще не прислали поэтому я пока ничего делать здесь не буду и и мы вторую сторону тоже сделаем с таким же фоном совместим чтобы верхняя и нижняя часть были продолжением друг друга что у нас вышло ничего не вышло сделаем по другому берем переворачиваем на 90 градусов растягиваем сделать все высоту 200 так извлечем содержимое и размер контейнера высоту поставим 200 теперь мы это поместим снова в контейнер контур c контур в здесь мы обрежем вот эта часть у нас будет идти сюда так и эту часть мы тоже обрежем вот мы разделили фон на два кусочка вот один вот второй сейчас мы просто берем этот и опускаем вниз так такой у нас получился фон задник и обложка сохраняем в ту версию в которой нам удобно в которой находится наша программа теперь мы сохраним в pdf это чтобы отправить заказчику на просмотр тут мы выбираем текущий документ все страницы объекты экспортировать весь текст как кривые чтобы у наш шрифт не полетел все в джипенге все это подходит одна проблема страница содержит объекты выходящие за пределы страницы это ничего страшного до печатная подготовка нам сейчас не нужно и сохраняем теперь покажу как эту открытку допустим этот вариант выбрал заказчика нам нужно теперь его подготовить к печати этот файл мы пересохраняем по другим названием потому что нам нужно оставить его редактируемым на всякий случай мы сделаем открытка 23 февраля поставим финал к печати сохраняем и теперь подготавливаем кривим текст к драку закривили теперь нам нужно сделать лишним тоже удаляем два разворота должно быть то есть нас высота становится 200 все опускаем вниз сюда вставляем из этой страницы нам нужно отразить и перевернуть не забываем убирать абресы так и тут тоже ставим направляющую ровно на середину эти направляющие мы можем удалить они нам не нужны теперь нам нужно сделать вылеты вспоминаем что у нас это в контейнере поэтому мы редактируем сам контейнер как мы это делаем извлекаем но либо можем просто взять инструмент создания форм и потянуть видите у нас увеличился только контейнер фон у нас остался на том же месте и поменялся только наросились дополнительные поля и то же самое сделаем здесь помним что если мы оттягиваем что-то зажимаем control тогда это будет оттягиваться ровненько так первый разворот мы сделали эту страницу удаляем нам не нужно это же наращиваем вылеты и это страницу тоже удаляем вот у нас получилось два разворота 1 и 2 здесь мы можем не обращать внимание то что что-то не ровно потому что все это обрежется сохраняем файл для печати мы перевели кривые проверяем все ли у нас смеки смек смек теперь сохранить как делаем файл в корле для типографии обычно это какая-нибудь там 16 версия сохраняем также сохраняем в пдф здесь уже с порогом выхода за обрез 3 миллиметра метки обреза ставим все остальное у нас уже было включено муки теперь у нас есть коровский файл для типографии и есть pdf давайте посмотрим как он будет выглядеть вот видите тут у нас уже все ровненько вот они были ты за обрез той отметочки и фон когда у нас будет текст мы его туда добавим и все всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и подписывайтесь на инстаграм также очень приятно когда получаю от вас обратную связь спасибо пока